Ашкортостан 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 Вообще этот индекс, немногие знают, он рассчитывается по 44 параметрам. В него входят 4 направления. Регуляторное, предпринимательский климат, защита бизнеса, права предпринимателей. Поэтому там куча параметров, по которым оценивается этот климат. Например, разрешение на подключение к электроэнергии, решение на строительство. Например, количество жалоб и обращений предпринимателей. Плюс большая часть в этом индексе составляется на основе анонимных опросов. Просто выборочно, вслепую происходит обзвон предпринимателей в республике Баштан. Плюс обзвон экспертов. И они говорят свое мнение. Рядом с ними не стоит человек с дулом автомата. Не стоит человек, говорящий, как ему надо говорить. Поэтому мнение прямое и открытое. На основании этого множества параметров, еще раз говорю, 44 параметра, складывается весь рейтинг. Потом, давайте честно себе скажем, если выйти на улицу и спросить предпринимателя, как у тебя дела, то можно же нарваться на, так сказать, пошлет тебя подальше, правильно? Дела, может, плохо, хорошо. Да, существуют такие понятия, что у кого-то плохо, у кого-то хорошо. Но я за то, что этот индекс, он комплексно оценивает по всем параметрам. И в целом ситуация улучшается. Это я могу сказать точно. Хотя вот моя работа, как у полномоченного, она состоит с тем, что я каждый день встречаюсь с людьми, у которых все плохо. Кошмар, мы теряем бизнес, меня давят. И я бы, наверное, был бы, не знаю, всем бы рукопожатным, если сейчас здесь бы сидел, бы говорил, да нет, все плохо, прочее. Плохо у меня в офисе, когда ко мне приходят люди, потому что они приходят за защитой. Психология человеческая такова, что когда ему хорошо, он пользуется всем хорошим и особо не выступает. Выступают обычно те, кто обездолен, те, у кого жалобы. В основном с таким континентом я работаю. Но вот этот рейтинг, очень полезная штука, позволяет нам, чиновникам, посмотреть на себя со стороны. Есть вот сторонняя оценка. Я ей доверяю, но при этом, конечно, говорю, что есть над чем нам работать. Много направлений, и в том числе защиты бизнеса, и инвестиционные привлекательства. На лаврах почивать у нас оснований 100% нет. Стремиться к чему всегда есть. Поэтому этот индекс задел на хорошую дорогу, направление в правильном пути. Вот сегодня мы также обратимся к предпринимательскому сообществу. Он не анонимно, так скажем, а уже напрямую. Хотелось бы услышать честный ответ. Дмитрий Сергеевич, вот ваш инвестиционный проект, проект компании SterexPak, реализуется уже несколько лет в республике. Расскажите, пожалуйста, о нем. В чем заключается этот проект? Когда закончится его реализация? Какие цели преследуете? Проект у нас заключается в том, что мы строим завод по производству асептической упаковки для продуктов питания, именно жидких продуктов. То есть это молочная продукция, это продукция под соки и также вино. То есть это все, что обеспечивает асептическое долгосрочное хранение продукта. Проект сам мы начали в 2017 году. Строительство непосредственно в 2018 году началось. И на сегодня мы уже практически подходим к завершению строительства. Но, к сожалению, ситуация с коронавирусом нам немножко, так сказать, удлинила этот путь. То есть мы немножко перенесли сроки реализации проекта по строительству. В частности, на два месяца у нас немножко приостановилось из-за ограничений. Ну и также есть сейчас ряд некоторых сложностей с приездами иностранных специалистов, которые нам производили, надели наладку оборудования. То есть они еще до конца ее не завершили. Но мы надеемся, что все-таки граница откроет, и в скором будущем, то есть я думаю, наверное, в ноябре-декабре мы уже полностью реализуем проект и уже выйдем на полную производительную мощность и функционирование предприятиями. Дмитрий Сергеевич, ну вот начало вашей работы в республике, 17-18 год, по тем законам, если так можно сказать, по тем преимуществам, которые тогда были в республике, для бизнесменов вы начали работать. Вот скажите, пожалуйста, почему тогда выбор пал именно на Башкортостан? Почему вы захотели здесь разместить свое предприятие? И в каком районе? Ну это уже наше, так сказать, третье предприятие вообще на территории Российской Федерации. То есть первое, это у нас есть производство Стритамаки, мы производим мешочные, бумажные мешки, вот мешочную тару именно бумажную. Второе производство у нас в Подмосковье, и вот в плане расширения подмосковного производства мы выбрали Башкирию, так как вот этот проект сам под упаковку, то есть он больше ориентирован на молочную упаковку, и, ну, как бы исконно у нас, да, в России здесь молочный кластер, он, в общем-то, находится в зоне Поволжья, Урала, да, то есть это земли, которые, ну, наиболее такие сельскохозяйственные, да, которые дают молоко, то есть, да, и здесь очень много производителей молочных, вот поэтому, как бы, территориально мы решили выбрать здесь, как площадку для производства. Также, плюс, Башкирия находится территориально очень близко с Казахстаном, что тоже, как бы, способствует, в принципе, и транспортное, и бизнес, то есть отношения с вами, то есть проще строить, чем, допустим, в другом регионе. Вот, и поэтому, как бы, выбор пал сюда, ну, плюс, конечно, мы искали в свое время так площадку, чтобы она подходила нам по всем параметрам, потому что нам необходим железнодорожный путь, и нам необходима хорошая инфраструктура в плане энергетики, это электричество, газ, вот, ну, и таким вот образом, наибольшее, наибольшее, наибольшее подходящая площадка у нас выбралась и по Стритоматскому району, вот, в поселке Большой Куганат. Людмит Закитович, ну, вот у Стерекспар, пока у этой компании, да, объем инвестиций достигает 2 миллиардов рублей почти, да, ну, достаточно крупные вложения такие, и мы, в принципе, по опыту проведения, потому что мы слышим на инвестиционных часах, там рассматриваются достаточно крупные проекты, и я полагаю, что вот тот рейтинг, который был составлен, он, в основном, во многом, да, учитывает позицию именно крупного бизнеса, который размещается в республике. Вот скажите, пожалуйста, нет ли предположений, ваше мнение, да, что в этом рейтинге может быть не отражен в полной мере малый бизнес? Насколько сейчас устойчиво его развитие в республике? Как вы это оцениваете? Ну, я вот с этим не согласен, потому что в этом рейтинге как раз примерно, наверное, 40-50% вес удельный – это мнение, позиция, уровень развития малого бизнеса. Потому что крупный бизнес у нас всегда найдет себе пути решения своих вопросов. У нас чаще всего возникают проблемы с малым бизнесом, потому что КПД, затрат на них организационных и прочих, и соизмеримые, сколько они зарабатывают, и вносится в экономику, они не всегда коррелируются. И поэтому, сами понимаете, легче договориться с каким-то крупным инвестором, один рабочий день потратить на него, и он внесет в экономику определенную сумму денег. А с малым бизнесом приходится тратить 30 рабочих дней, а внесут они в совокупности меньше. Но это неправильная позиция, и у нас другая позиция в республике Баштан. Мы малому бизнесу уделяем огромное внимание. Даже по тому варианту, что у нас 450 тысяч людей в республике работает в сфере малого бизнеса. Это заработная плата, стабильность, уверенность в завтрашней жизни, налоги, кредиты могут получать и прочее. Поэтому этот сектор нужно развивать однозначно. Теперь по поводу инвестиционных часов и прочее. Очень важная тема, у нас вообще придумана уникальная вещь, немногие на ней акцентируют внимание, это инвест-часы. Вроде говорим, говорим. На самом деле, это республика Башстан, инвест-часы, которые проводятся главой республики еженедельно по разным темам. А еще та же тема, связанная с инвест-часами в муниципалитетах, они называются предпринимательские часы. Это как сеть рыболовная, накидывается на всю республику. Я понимаю, что есть районы разные, главы разные, где-то, может быть, формально относятся к этим предпринимательским часам. Бывает и такое. Но эта сеть, в этой сети могут быть прорехи, а в основном рыбу ловят. Вот надо рыбу ловить, надо ловить инвесторов мелких, крупные рыбешки и большие рыбешки. Надо инвесторов заманивать, заводить. У нас с инвесторами, на мой взгляд, три этапа было. Первый этап, когда мы открыли эти предпринимательские часы, они как бы из закрытой банки, из табакирки повалили к главам. Они кончились. Потом началась тема, что появились, наверное, какие-то предприниматели с прожект-идеями, реально невыполнимыми. Теперь третья волна, главы должны сами искать этих инвесторов. Но у многих бизнес-шерифов, глав, еще не хватает до конца какого-то комплекса знаний, а это все-таки знания серьезные. Инвест-проект, привлечение, обработка, прочее, вывод на самоокупаемость, бизнес-план. Поэтому я думаю, что уже пора нашим бизнес-шерифам, главам, сниматься с насиженного места и искать инвесторов, заводить себе в район. Создавать условия, искать из Москвы, из другого города, из Татарстана, от наших соседей. Уже надо искать инвесторов, заводить в район. Вы обратили внимание на формат инвест-часов, который уже достаточно большое количество времени проводится с приходом ради Хабирова, главой республики. Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, вы тоже проходили этот этап, инвестиционный час, встреча с руководством республики. Насколько для вас эффективен оказался этот формат взаимодействия? Ну, в целом-то мы начали этот проект еще с правительством рассматривать, по-моему, в конце 2018 года. И надо сказать так, что, конечно, правительство заинтересовало, Ради Фаридовича тоже заинтересовал наш проект очень. И в этом плане, конечно, мы ощутили какую-то поддержку со стороны правительства. То есть, что мы вроде как не одни, потому что всем понятно, что чем крупнее бизнес, тем сложнее плыть с ним. Поэтому, конечно, со стороны правительства, то, что она есть поддержка, это очень помогало. Но, к сожалению, сейчас пока мы находимся в стадии приоритетных проектов, соответственно, подписанных еще соглашений у нас нет. Поэтому экономическую эффективность мы пока ощутить от этого не можем. Но в плане вот именно как моральной поддержки, да, как психологической, то есть это очень большой знак, потому что были некоторые вопросы, нюансы, да, под реализацией проекта, вот, и, так сказать, на совещаниях, которые устраивали в Доме правительства, да, с участием там представителей Министерства промышленности, сельского хозяйства. То есть, да, ну, эти совещания помогали, в принципе, сдвигать некоторые вопросы с мертвой точки. Альфия Рашидовна, хотелось бы тоже вас подключить к нашему разговору. Вот Флюрмин Загитович сказал о том, что только в секторе малого бизнеса задействовано 450 тысяч жителей нашей республики в сфере крупного бизнеса, крупные предприятия, там еще больше людей работают. Вот скажите, пожалуйста, сейчас по некоторым оценкам, в том числе Институт стратегических исследований, миграция из республики Башкортостан снижается в силу, наверное, объективных причин, да, но можно ли сказать, что развитие вот инвестиционного климата в республике также влияет на этот показатель? Большое спасибо за вопрос. Да, конечно, развитие инвестиционного климата, его укрепление однозначно влияет на приток молодых специалистов и вообще трудовых мигрантов в наш регион. Я должна сказать о том, что в регионе в настоящее время действует 8 высших учебных заведений государственных, которые готовят свыше 90 тысяч специалистов на очной и заочной основе. Из них примерно 25-27% это специалисты в области IT-технологий и специалисты в области технических специальностей. И я думаю, что этот удельный вес из года в год будет продолжать расти. Я должна сказать о том, что одним из инструментов привлечения трудовых мигрантов, самым экономически эффективным, на наш взгляд, является привлечение образовательных мигрантов. Дело в том, что образовательная миграция является очень хорошим, добрым, экономически эффективным способом еще и потому, что вырабатывается лояльность, законопослушное поведение на территории республики и страны этой молодежи из-за рубежа, и поэтому это один из самых эффективных способов, на мой взгляд, восполнения нехватки трудовых ресурсов в регионе. Но вообще, на самом деле, конечно, будем рассчитывать в первую очередь на своих выпускников, на своих специалистов, которые есть. И я думаю, что проблем нехватки трудовых ресурсов, я думаю, что не будет. Достижения республики предъявляют и достаточно много требований к кадровому потенциалу, если можно так сказать. В республике появляются новые высокотехнологичные рабочие места. Вот наша образовательная система, на ваш взгляд, справится ли с этим, Альфия Рашидовна? Я думаю, конечно, справится. Но вот еще хотелось бы акцент сделать на том, что особого внимания требует подготовка кадров высшей квалификации в нашем регионе. Ведь за последние 10 лет количество поступающих в аспирантуру, по числу специалистов высшей квалификации сократилось на 60%. Количество профессоров, докторов наук в нашем регионе старше 60 лет составляет 65%. Это, конечно, вызывает определенную обеспокоенность, потому что однозначно инновации, научный потенциал, то, что сейчас делает правительство Республики Башкортостан. Ради Фаридович вчера в своем выступлении об этом особо подчеркнул, что нужно связывать науку с производством. Поэтому я надеюсь, что наука получит свою поддержку, и, естественно, мы будем вместе формировать научные кадры для производства, для высокотехнологичных производств. В нашем институте действует региональный центр компетенций. Он по независимой оценке получил, по нашим сведениям, 97% положительных откликов от обучающихся. Это тоже о многом говорит. Поэтому подготовка кадров должна быть всесторонней. Как в вузах, так в научной среде, так и, конечно, образование через всю жизнь никто не отменял. Оно тоже очень эффективно. На эти вопросы отвечает наш уважаемый региональный центр компетенций. Спасибо. Флюрмин Загитович, возвращаясь к вопросу о взаимодействии бизнеса и власти, очень важный тезис, который, если можно так сказать, экстраполируется на экономику региона, это именно безопасность бизнеса, о котором говорят и наши власти. Речь идет не только о безопасности физической, может быть, со стороны различных правоохранительных органов, о безопасности со стороны надзорных органов, чтобы проверок меньше было. Вот власти республики идут на то, чтобы облегчить, так скажем, жизнь и существование, и вообще сделать ее лучше для бизнеса. Работают ли в этом смысле в связке с властями республики надзорные органы, на ваш взгляд? Они же все-таки подчиняются федерации и формально являются независимыми. У нас в Российской Федерации власть одна, поэтому я думаю, что не стоит разделять, кто кому подчиняется в федерации. У нас есть высшее должностное лицо, руководитель региона, и по закону все территориальные органы и федеральные власти на территории Башхири подчиняются ему, в том числе, и он координирует их работу. Есть постоянное действие совещания при главе республики, все туда входят, у нас руководители. Поэтому у нас в этом плане никаких проблем нет, и не может быть никаких проблем. Каждый орган выполняет свои задачи. Тут вопрос в другом. У каждого органа своя специфика работы, и вот по специфике работы возникают вопросы. Например, взять Роспотребнадзор. Да, Роспотребнадзор блюдет за порядком, чтобы мы с вами не отравились, чтобы мы с вами не купили какую-то вещь, от которой у нас какая-то аллергия возникла, и так далее, чтобы наш ребенок, который занимается в каком-то батутном центре, не упал, не сломал ногу. Это же святое дело, они занимаются. Но другое дело, что иногда бывает, что либо сотрудники, либо законы хорошие, а право применения плохое. Бывает перегиб, как сказать, палки на местах. Бывает такое. Да, мы боремся с этим. Мы боремся с тем, чтобы было меньше наказания, было больше предупреждений. Чтобы предпринимателя за первое нарушение не наказывали по верхней планке. Но у нас по законодательству федеральному можно закрыть общепит, например, до 90 суток. Три месяца. Но малейшее нарушение, чтобы представителю какого-то органа федерального не попасть под наказание собственное, что он взятку вымогал, он берет и наказывает на всю катушку. Закрывает на три месяца. А правонарушение мелкое. Вот с этими вещами нужно бороться. У нас есть коллеги прокуратура. По каждому вопросу мы разбираемся. Когда я пришел на работу, я выступал перед госсобранием, я тоже проанализировал. Я говорю, есть уполномоченные по защите. От кого он должен защищать? Бородков как бы нет. Хотя вот недавно было в средствах масс-формации в одном из городов республики какие-то такие сведения, что появились какие-то люди. Но я думаю, что это единичное явление. Наши доблестные правоохранительные справятся с этими вещами. И в основном приходится защищать от государственных органов. Я госслужащий, защищаю наших предпринимателей от тех же госслужащих. Как-то, понимаете, не совсем правильно. Но я свою работу выполняю. Наш орган должен стоять немножко особняком. Все-таки закон о выполномоченном есть. На основании его ни один из госорганов муниципальных не имеет права влиять на нашу работу. Тяжело в этом плане нам. Все-таки мы все чиновники. Но для нас первым делом это интересы предпринимателей. Поэтому любые нарушения, мелкие, большие, крупные, мы будем идти до конца защищать предпринимателей. Флюмин Загитович, а вот к вам предприниматели приходят. Наверняка все они говорят о необоснованности претензий со стороны надзорных органов. Ведете ли вы какое-то собственное исследование, ваш аппарат может быть ведет, насколько обоснованы действительно вот те претензии? Может быть какая-то статистика есть? Ну, статистику я могу на скидку сказать. На сегодняшний день примерно из 100 обратившихся процентов, примерно около 35% предпринимателей приходят и пытаются свои хозяйственные споры решить за счет госорганов, в том числе меня. Пытаются придать этим спорам уголовную окраску. Притянуть на одну сторону правоохранительные органы, либо нас. В таких случаях по закону я могу разобрать эту ситуацию и обеим сторонам выдать свое заключение, что, во-первых, я не буду устаревать на чьей-то стороне. Во-вторых, если я вижу у кого-то преимущество, связанное с госорганами, я с этими госорганами, естественно, разберусь. В остальном, конечно, подтверждается порядка около 60-70% реальность и обоснованность жалоб на какие-то госорганы. Причем в последнее время тенденция меняется. Практически по каждой жалобе мы не стараемся писать куда-то грозные письма. Я беру, звоню тем руководителям, руководителям администрации, какие-то госпредприятия, и им так, пытаясь популярно, объяснить, что лучше бы им договориться мирно с предпринимателями. То есть точечный индивидуальный подход. Конечно, да. Либо мы предпринимем такие действия. Часто уже госорганы определенные видят, что если вступился уже уполномоченный, то надо бы внимательно разобраться. И половина случаев решается мирным путем. Это очень хорошо. Экономим деньги государством. Вот хотелось бы вернуться к тем преференциям, которым, собственно, республика привлекает новых инвесторов. И вообще инвесторов, в принципе. Дмитрий Сергеевич, вот вы сказали о том, что, в принципе, соглашение между властями республики и вами о приоритетном проекте еще не подписан. Но вот все-таки вы наверняка знаете условия, по которым вы будете работать после этого подписания. О каких условиях идет речь? Нет. У нас сам приоритетный проект уже не подписан. Мы подтверждены приказом. Поэтому сейчас у нас в стадии уже подписания именно самого договора с республикой. В котором, в принципе, у нас указаны следующие меры господдержки. Это, естественно, налоговые льготы, такие как на прибыль, на имущество. Потом нами, в частности, были произведены затраты на инфраструктуру. То есть это электричество, газ, подключение. Вот эти, так сказать, наши расходы мы указали. И республика тоже готова нам их компенсировать. Для вас это будет существенной поддержкой вообще, исходя из объема ваших оборотов, вложений? Естественно, для любого бизнеса, поддержка деньгами, особенно на старте, это очень существенная помощь, так сказать. Ну и плюс у нас еще надо отметить, что оборудование, которое мы сейчас приобрели, это у нас все оборудование находится в лизинге. И, естественно, оборудование импортное. И, в частности, за это оборудование мы должны платить лизинг в евро. И региональный фонд Башпортостана выступил к нам с предложением, то есть, так сказать, помощи в случае, если вдруг наступит нестабильная экономическая ситуация в плане с курсами валют. То есть, они готовы нас поддержать и компенсировать нам путем предоставления займа, то есть, на покрытие вот этой разницы курсов между, условно, вот сейчас установленными курсами и в случае, если это будет какое-то повышение. Поэтому, как бы, основные четыре направления, так сказать. Это налог имущества, налог на прибыль, это компенсация инфраструктурных затрат и помощь от регионального фонд Башпортостана. Флюор Минзагитович, у меня заключительный вопрос. Время нашего эфира подходит к концу, поэтому просьба быть предельно кратким. Вот про те преференции, которые предлагает республика. Сейчас, в принципе, бизнесмены с разными видами, так скажем, вложений могут проконсультироваться, получить всю информацию в Центре управления регионом, который был создан буквально накануне. И, в принципе, на него очень большие ставки делают власти республики. Вот как вы думаете, насколько эффективно будет работать этот институт? Он, в принципе, будет работать не только на бизнес, а вообще на всю республику и на социальный блок, на все. Ну, я уверен, что он будет работать эффективно. Вот время уже показало ситуацию с ковидом и с борьбой пандемии. Практически правительство и его институционный центр работал в режиме Центра управления регионом. Решения принимались в течение 36 часов, работало там огромное количество сотрудников, все было собрано в одном месте, колл-центр, горячая линия, сайт, и решения принимались молниеносно. Я благодарю вас, что вы пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Благодарю гостей, которые были сегодня по удаленной связи. И напомню, что мы сегодня говорили об инвестиционном климате в Башкортостане. В студии был выполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Флюра Садулин. По удаленной связи генеральный директор СТРЭКСПАК Дмитрий Голобородкин и Альфия Кузнецова, заместитель директора Института стратегических исследований. Оставайтесь на РБК.